Семья Махначевых большая, дружная, но не богатая. Счет за коммунальные услуги ежемесячно приходит большой. Долгое время для семьи со статусом многодетная действовала 30-ти процентная льгота при оплате электроэнергии. Но в начале этого года, рассказывает Мария, счет за свет вырос на 200-300 рублей. А в апреле и вовсе ждал неприятный сюрприз. От что в ящик попадает квитанция, там в главной строке ничего нет, а стоит перерасчет, не в нашу пользу, на сумму 2214. В Барнаульской горэлектросети им объяснили, с многодетных решили не только брать 100% оплаты, но и обязали вернуть сумму, недополученную, по мнению энергетиков, за весь прошлый год. Юрист организации объясняет, федеральный закон для многодетных семей компенсацию предусматривает, но в нем не прописано, кто должен ее предоставлять. До этого пытались получить эти 30%, которые недоплачивали многодетные семьи, мы пытались получить с различных бюджетов. А потом, собственно, решили, а зачем мы это делаем? Ведь обязанности наши не добирать с многодетных 30% нет. Прокуратура в действиях БГС нарушений не нашла, и выходит, что энергетики на законных основаниях и отменили компенсацию, и требуют возврата долга. Говорят даже, что готовы предоставить рассрочку для оплаты задолженности, и не будут брать пеню. Но вот вернуть компенсацию самостоятельно не готовы. По их мнению, льгота начнет действовать только тогда, когда городские или краевые власти решат, кто именно будет компенсировать 30% платежа. Чиновники свою позицию выражать по этому поводу не спешат, но в краевом правительстве заверили наших коллег, что в случае образования долга у многодетных семей за отмену льготы на свет другие положенные субсидии не отменят. Существующая задолженность не будет являться препятствием для получения субсидий, если должник заключит соглашение с поставщиком услуг, в данном случае БГС, а погашение этой задолженности в течение указанного срока и предоставит нам это соглашение, то мы субсидию рассмотрим и назначим. В семье Махначевых говорят, оставшись без льготы, думали начать экономить на электричестве, но поняли, с тремя девочками в доме это невозможно. Пришлось затянуть пояса, выплачивать долг и надеяться, что положенную льготу чиновники все же вернут. Илья Кочетков, Николай Шелко, Наши новости. Продолжение следует...